Видите, Холмс, я не хуже вас, строю логические выжатые. Пугающий образ профессора Мариарти знаком не одному поколению и вошел в классику кино. А вот то, что сыгравший его Виктор Евграфов родом из Самары, знают немногие. Сегодня он приехал на презентацию книги «Самарские тайны российского кино». В ней истории более 200 актеров и режиссеров, судьбы которых связаны с городом на Волге. На обложке издания символично профессор Мариарти. Он меня затмевает, хотя уже сказали, где-то 20 главных ролей сыграно, но тем не менее, Мариарти на первом месте почему-то. Для автора книги Владимира Плотникова кино – это любовь с детства, и потому работать было одно удовольствие, даже несмотря на очень сжатые сроки. Чтобы успеть издать книгу до конца 2016 года кино, спать иногда приходилось по три часа. Почти каждый день находились новые удивительные истории, которые связывают Самару с российским кинематографом. Степанида из «Варвары Красы», она же старушка из Морозка, она, можно сказать, жила в купеческой самарской семье до революции. Была лучшей актрисой Вахтангова, а в память народа вошла как необразованная старушка. Если сначала планировали рассказать 80 киноисторий, то к концу работы над книгой их число увеличилось почти в три раза. Это и благородный атос Вениамин Смехов, который начинал карьеру на сцене Самарского театра. Здесь жили сценарист «Белого солнца пустыни» Валентин Ежов и сценарист мультфильма «Сказка-сказок» Людмила Петрушевская и многие другие. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Продолжение следует...